Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рад приветствовать вас в сегодняшней школе ФАР. Ну и прежде чем продолжить разбираться с патологией органов дыхания, хочется, пользуясь случаем, еще раз благодарить Сергея Васильевича за разумный, взвешенный подход в наше сложное, непростое время. Он во многом стал для нас тем очагом стабильности, голосом разума, который позволяет нам анализировать все, что происходит и относиться к происходящему с долей хорошего рационализма, с долей понимания. Ну, сегодня мы продолжим с патологией органов дыхания. Проанализировав, ну, помните, на предыдущих школах Константин Михайлович анонсировал, что в каждой школе ФАР будет все-таки ряд мирных направлений, мирных в кавычках, не все будет посвящено происходящей пандемии коронавирусной инфекции. Но, проанализировав повестку, я с удивлением обнаружил, и это было для меня некоторым сюрпризом, что мой информационный блок окажется единственным, не посвященным ковидной тематике. Вот, и это выглядело, конечно, как пациент, не имеющий коронавирусной инфекции в инфекционном стационаре, и с ним произошло естественным путем то, что и происходит с пациентами. То есть пришлось добавить туда, пришлось добавить немалую дозу посвященных коронавирусу материалов. Вот, поэтому этот блок тоже стал инфицированным. Вот, это все немного для меня осложнилось тем, что на сегодняшний день наш стационар, вот он перед вами на экране, пока не имеет опыта лечения тяжелых дыхательных расстройств, связанных с коронавирусной инфекцией. Пока что мы работаем в качестве стационара, на который перенаправляются потоки из больниц, перепрофилированных под работу с коронавирусной инфекцией. Ну и я постарался отобразить немного нашего опыта в работе соматического стационара в условиях эпидемии, и постарался экстраполировать немного наш опыт работы с вирусными пневмониями, вызванными разными штаммами вируса гриппа, тяжелыми для нас. Это было достаточно привычное для пациента, тяжелые и очень тяжелые пневмонии, вызванные гриппом. А также наш опыт работы с пациентами с термоингаляционной травмой, у которых точно так же, как и у настоящей коронавирусной инфекции, есть цитокиновый шторм, есть огромная активация всех провоспалительных медиаторов. Вот, может быть, это окажется где-то полезным наш опыт в дальнейшем лечении. Ну а вопрос о том, что мы займемся коронавирусной тематикой, займемся лечением коронавирусной инфекции, это, к сожалению, вопрос времени, и все это понимают. Вот. Говоря о том, как работает соматический стационар, как работает врач-анестезиолог-ринематолог в условиях коронавирусной эпидемии, вот посмотрите на экран, первые две строчки, 30 и 55 процентов, легкое и средне-тяжелое течение пациенты, которые, в принципе, могут болеть на ногах, будем называть это так, могут не иметь никаких симптомов или иметь легкие клинические проявления, при этом никто не запрещает этим пациентам болеть обыкновенные болезни, которыми болели вне эпидемии, это и декомпенсация хронических заболеваний, и острые заболевания, и травмы, и ожоги. Поэтому рано или поздно эти пациенты будут попадать в стационары, которые не перепрофилированы под коронавирусную инфекцию, будут попадать с входными диагнозами другими, вот у них будет выявляться эта инфекция, или клинические проявления, или лабораторные проявления коронавирусной инфекции, и они окажутся в поле действия, в поле зрения анестезиологов, реаниматологов, работающих в неперепрофилированном стационаре, зачастую работающих без или с недостаточными средствами индивидуальной защиты. И если мы посмотрим на таких пациентов, да, будет достаточно много, достаточно большая категория этих больных, которые придется выполнять анестезиологическое обеспечение разных экстренных и не очень экстренных вмешательств, потому что другие заболевания будут этого требовать. И эти пациенты зачастую будут приезжать с диагнозами, требующими хирургического вмешательства в первые сутки при поступлении. Ну, например, там, банальный гагринозный аппендицит, который может приехать, будучи при этом легкой формой коронавирусной инфекции, будучи при этом контагиозным, но при этом об этом не зная или не понимая или скрывая сознательно, что он болеет. А то, что он лихорадит, ну, лихорадит и лихорадит, аппендицит тоже имеет право лихорадить. Поэтому можно выделить несколько вот таких категорий пациентов, которые попадут в поле зрения врача-анестезиолога-анематолога. Прежде всего, да, это пациенты с вирусной пневмониями, вызванной коронавирусной инфекцией. Эти пациенты могут быть привезены с другим диагнозом. Чаще всего по нашей практике этими диагнозами оказывается острое нарушение мозгового кровообращения, которые выставляются по показаниям и без показаний, и привозятся эти пациенты в том числе и с вирусными пневмониями. Пациенты должны быть своевременно выявляться и переводиться в стационары, перепрофилированные под инфекционные заболевания. Есть пациенты с тяжелой патологией органов дыхания, хронические пациенты, которые заболевают, присоединяется вирусная пневмония. Знаю от коллег по городу о нескольких таких случаях. Как правило, срок жизни таких пациентов составляет даже не сутки, а часы. Например, пациенты с тяжелой бактериальной пневмонией на фоне иммунодефицита или с грибковыми поражениями легких. В которых присоединяется коронавирусная инфекция, и где-то в течение суток этот пациент погибает, несмотря на всю проводимую интенсивную терапию. Есть пациенты с патологией органов дыхания, и они окажутся ковид-положительными, при этом не имея симптомов. Таких может быть около 30%. И они приедут с декомпенсацией своей патологией органов дыхания, и при этом окажутся ковид-положительными на лабораторных тестах. Хотя симптоматики может, опять же, повторюсь, и не быть. Есть пациенты с болезнями и травмами, которые будут приезжать и с ковид-положительными результатами без клиники, или без подтверждения, а значит, они должны расцениваться как ковид-позитивные, пока не придет опровержение. Есть пациенты с болезнями и травмами других органов и систем, и с существующей вне больничной пневмонией, развившейся на фоне происходящего, но без подтверждения ковид. Есть пациенты, которые просто приедут с болезнями, не связанными с ковид-инфекцией, но при этом они в эпид-период являются подозрительными. Все эти больные должны стратифицироваться, должны каким-то образом перевариваться неинфекционным стационаром без перепрофилирования, без перепланировки, без шлюзов, но тем не менее каким-то образом нужно обеспечивать безопасность этого самого многопрофильного стационара. Что наш опыт показал? То, что мы видим на своем примере, резко падает число плановой госпитализации операций. Само собой, пациенты сначала было декларировано, что плановая помощь не оказывается вовсе, потом было декларировано, что все-таки онкологические, сердечно-сосудистые и другие жизнеукрашающиеся болевания будут оказываться, будет плановая помощь, но эти пациенты поступают, и поступают либо с уже анализом на руках, либо без анализов, и делается анализ на месте, но их, естественно, стало кратно меньше. Соответственно, прекратилась работа палат пробуждения и пост-анестетики юнит, просто за ненадобностью, потому что эти реанимационные или койки, оборудованные подобно реанимационным с врачами-реаниматологом, естественно, ценнее при лечении входящих потоков. Зато кратно возрастает количество пациентов, поступающих экстренно, потому что стационар, который пока не принимает коронавирусную инфекцию, получает потоки через биогоспитализацию, перенаправляются потоки, которые в норме в мирное время направлялись в многопрофильные болицы, перепрофилированные в настоящее время. Среди этих поступающих пациентов есть и вне больничной пневмонии, и ковид-инфекции в разных сочетаниях, пневмония с ковид, пневмония без ковид, ковид без пневмонии. Ряд из них попадет на стол, что бы ни случилось, потому что эти пациенты должны быть, например, прооперированы в первые сутки по острому животу. Значит, анестезиологи-дематологи автоматически становятся врачами первого контакта. Что еще оказалось очень значимым? Часть персонала бывает из работы по разным причинам. Кто-то совместителей не может по текущему положению, не может работать в двух стационарах одновременно, а дефицит персонала никуда не девается. Коэффициент совмещения как был больше полутора, так и остается ближе к двум. Выбывают из работы часть персонала по карантинизации, по заболеваниям, по миграции персонала в вновь открытые клиники в Москве в частности. И в результате свободная реанимационная койка, особенно оборудованная аппаратом ИВЛ, становится еще более редким и более ценным зверем, чем она бывает в неэпидемический период. В этой связи мы были вынуждены выработать определенные принципы и положения о предотвращении заноса и локализации инфекции на территории многопрофильного стационара, не являющегося, подчеркну, перепрофилированного под инфекционные заболевания. И первым постулатом было, как и написано во многих руководствах и в гайдах, безопасность персонала превыше всего. Безжалостная арифметика такова, что в период эпидемии войн выбывший медицинский работник, врач, медсестра, фельдшер не только выбывает сам, но и умножается его потеря на коэффициент тех людей, которые могли бы выжить и выздороветь, если бы он был в строю. Поэтому безопасность медицинского персонала, конечно же, должна быть впереди всего. Еще один постулат. Пациент без отрицательного анализа COVID расценивается, как опасный и подлежит изоляции. То есть любой пациент считается заразным, пока не доказано обратное. Это очень важный момент, который во многом пришлось для того, чтобы внедрить, преодолевать инерцию мышления врачей, ну, в первую очередь, первого контакта, кардиологов, неврологов, терапевтов приемного отделения, потому что очень часто, ну, вроде благополучный пациент, все хорошо, да, мы его посмотрели, мы с ним пообщались, проходит пару суток, приходит положительный COVID-анализ. Пациент с внебольничной пневмонией даже без подтвержденного анализа COVID расценивается как заразный, как опасный, подлежит переводу в профильный инфекционный стационар. Вот, еще один момент, с которым пришлось во многом повозиться с внедрением, это то, что пациенты не покидают приемное отделение, пока не проведен минимальный инфекционный скрининг в ожидании выполнения анализа ПЦР-реакции. Это эпидонамнез, термометрия, аускультация, регенография или КТ. Как только эти все факторы выполнены и нет подозрений на то, что этот пациент может иметь клинику вне больничной пневмонии, и только тогда дается команда, дается разрешение на то, что пациент был переведен в палаты не приемного отделения, а каких-то других отделений стационара или реанимации. И предотвращение заражения пациентов в отделениях от новых поступавших это палаты обсервации. Если у нас останется время и вам этот момент будет интересен, ну и в принципе логистика пациентов внутри стационара, я готов буду вам рассказать подробнее, ну а пока надо двигаться дальше. В этих условиях, в условиях дефицита реанимационных коек, дефицита врачей и врачебных бригад, дефицита операционных, многие наши методические подходы, которые раньше работали в рамках фаст-трек, то есть чтобы больше пациентов за один и тот же период времени пролечить в настоящее время, представляются пригодными, чтобы уменьшить нагрузку на реанимацию, чтобы больше пациентов можно было перебазировать в соматические отделения, чтобы увеличить оборот реанимационной койки и операционных. И многие привычные нам манипуляции, в том числе и респираторной поддержки, мероприятия респираторной поддержки в настоящее время, должны выполняться с оглядкой на инфекционную составляющую. То есть мы обнаруживаем, что многие из наших привычных манипуляций, даже простая масштабная вентиляция, это разогенерирующая процедура, значит нужно относиться к ней с оглядкой, иметь средства индивидуальной защиты, нужно пользоваться вот перед вами, собственно, два, две путеводных звезды на сегодняшний день, это методические рекомендации, фары, методические рекомендации Минздрава, которыми мы должны пользоваться при планировании своей повседневной деятельности вот в таких вот новых полевых условиях. Ну и возвращаясь к этим самым методическим подходам, никуда не делся и наш инструментарий, это ингаляционная анестетика, собственно, изначально задуманная тема моего доклада, которые в нашем непростое время продолжают нам помогать, будучи большим подспорьем и большим нашим помощником. Что у нас в настоящее время есть и о чем можно говорить, многие из вас, наверное, знают и помнят и слышали, в прошлых годах школы ФАР проводились мастер-классы по ингаляционной анестезии, но часть моментов, повторю, озвучу, это парообразующие газовые анестетики, заикси азота и ксенон, газы, остальные легко кипящие жидкости, которые в условиях операционной преобразуются в насыщенный пар. Газообразной анестетики, заикси азота и ксенон, если мы говорим о заболеваниях дыхательных путей, нам достаточно плохие помощники, или, как говорят наши дети сегодня, закись нам не бро. Почему? Потому что работают только в условиях больших концентраций, высоких концентраций, для закиси МАК больше 100%, но рабочая концентрация не более 80%, естественно. Для ксенона 71% МАК. Мы лишаемся возможности применять высокую концентрацию кислорода, высокий ФИО2, для нас пропадает, а для пациента с дыхательной недостаточностью это вполне может быть критическим моментом. Поэтому закись азота нам точно в данном случае не друг, не помощник, тем более, что вызывает и диффузионную гипоксию, и усугубляет легочную гипертензию. Говоря о ксеноне, ксенон, в общем, как анестетик, действительно хороший, имеет хороший гемодинамический профиль, хорошую фармакокинетику удобную нам, но ксенон вязкий газ, он увеличивает бронхиальное сопротивление, поэтому, опять же, у пациента с патологией дыхательных путей применение его может быть достаточно сложным. Хотя и тот, и другой не агрессивны в отношении дыхательных путей, не вызывают кашля, не вызывают раздражения, быстро наступает эффект, быстро наступает выведение. Парообразные галогеносодержащие летучие анестетики, вот они перед вами, это семейство флюранов, все они фторированные углеводороды, все они имеют схожие свойства, но есть и различия в их клинике и фармакокинетике, есть газы с высоким коэффициентом растворимости, фторотан, флюран, изофлюран, то есть с большой емкостью плазмы, с медленно наступающим эффектом и медленно выведением, есть ингаляционные эстетики четвертого поколения современной, десфлюран, севофлюран, с низким коэффициентом растворимости, быстрое насыщение, быстрое пробуждение, при этом они разные в отношении дыхательных путей. Севофлюран и фторотан мало раздражают дыхательные пути, позволяют проводить масочную ингаляцию, изофлюран и десфлюран сильно раздражают дыхательные пути, масочная ингаляция, ну, где-то пишут невозможно, где-то пишут требует подготовки, на самом деле, да, требует определенных ухищрений, если вы хотите во что бы то ни стало проводить масочную индукцию, но лучше этого не делать. Опыт, который пациенты повторять почему-то не очень хотят. У всех у них примерно схожее влияние системы внешнего дыхания, это дозависимая депрессия, снижение дыхательного объема, снижение реакции центральной нервной системы на концентрацию углекислоты. При этом чуть по-разному они угнетают дыхание, десфлюран чуть больше, севофлюран чуть меньше, фторотан меньше всех. Вот раздражающие действия, как я уже сказал, тоже разные. Севофлюран, фторотан не раздражают, десфлюран, изофлюран раздражают. Все анестетики угнетают гипоксическую вазоконстрикцию, это будет важно для пациента с хроническими или острыми заболеваниями легких, потому что это один из механизмов компенсации. Все они влияют на тонус гладкой мускулатуры бронхов, но чуть по-разному. Севофлюран и фторотан безусловные бронходилататоры, фторотан, я бы сказал, эталонный бронходилататор. Десфлюран и изофлюран имеют два разнонаправленных эффекта. С одной стороны, это бронходилататоры по действию на гладкую мускулатуру, с другой стороны, это бронхоконстрикторы по действию на слизистую, по раздражающему действию. В зависимости от того, какой компонент будет преобладать, таким будет результирующее влияние на слизистую бронхов. С чем можем столкнуться, говоря о патологии органов дыхания? Вот сверху вниз посмотрим. Могут быть нарушения проходимости верхних дыхательных путей с прогнозируемой трудной интубацией, могут быть нарушения проходимости бронхиального дерева, абстрактивная патология легких во всем ее многообразии, паренхематозные нарушения, пневмония, эталептазы, ОРДС и различные комбинации, их сложные и смешанные нарушения. Давайте пройдемся подробнее по каждому классу. Любой пациент, особенно на дежурстве, особенно при экстренном поступлении, может представлять собой пациента сложного в отношении трудной интубации трахеи. Но тут я вас буду отсылать к многочисленным руководствам, многочисленным мастер-классам по трудной интубации, поэтому подробно разбирать все аппаратные наши инструментальные возможности не буду, скажу только, что есть вот такой достаточно большой спектр, посмотрите, вам перед вами, это и анатомические особенности, аномалии развития, это инфекционные опухолепроцессы в области верхних дыхательных путей, и эпиглотит, и абсцессы нижней челюсти, и народные тела. И есть возможность, собственно, сохранения самостоятельного дыхания в тех случаях, когда мы не очень уверены в том, что пациент будет продыхиваться маской, или есть возможность трудной интубации, которая не очень сразу у нас получится. Ингаляционная индукция позволяет сохранить самостоятельное дыхание, при этом особое внимание в условиях пандемии. Ингаляционная индукция – это вполне себе разогенерирующая процедура, поскольку предполагает вентиляцию маской, самостоятельное дыхание пациента и, возможно, кашлевые попытки пациента. Поэтому либо пациент должен быть обследованный и не иметь коронавирусной инфекции, либо врачи должны быть защищены средствами для защиты, а лучше, конечно, и то, и другое. Ингаляционная индукция позволяет сохранить самостоятельное дыхание на фоне выключения сознания. Если мы возьмем быстрый ингаляционный анестетик, процесс будет достаточно быстрым в сравнении с внутривенной индукцией, если мы возьмем нераздражающий ингаляционный анестетик, значит, процесс будет еще и комфортный, с минимальным количеством неприятных ощущений для пациента и для врача, без ларикоспазмов, без десатурации, без апноэ и возможности интубации на сохраненном самостоятельном дыхании. Еще раз напомню, это аэрозоль генерирующая процедура, но есть спектр патологий, при которых это может и должно применяться. Это стонозы трахеи, это трудное открывание рта, в том числе и травматические, и с инфекционными, с гнойными инфекциями верхних, как правильно сказать, с гнойными инфекциями верхних дыхательных путей и полости рта. У детей при остром крупозном ларингете, у детей взрослых при отеке наркотаника, при эпиглотите, неприятное такое явление. Спускаемся дальше, трудные дыхательные пути прошли, патология, проводящая система, патология бронхов. В первую очередь, это, конечно, хроническая абструктивная болезнь легких, это бронхиальная астма, это даже банальный бронхит курильщика, который может быть в обострении у пациента, требующего общей анестезии. Конечно, да, вы скажете, что если у пациента проблемы с органами дыхания, почему не выбрать региональную анестезию, почему не выбрать еще какие-то способы отказывать искусству вентиляции, но взяв просто самую простую хирургическую патологию, острый живот, в большом количестве случаев вы не сможете просто сделать ничего под региональную анестезию, потому что современные методы лапароскопической хирургии требуют контроля дыхательных путей и общей анестезии, как ни крути. Искусственная вентиляция у пациента с хлопу, конечно, непростая задача и для самого пациента, и для врача, потому что есть малопредсказуемый внутренний ПИП или ауто-ПИП, есть высокая неоднородность легких, есть перераздувание всегда, а когда мы кладем пациента на операционный стол и начинаем индукцию анестезии, есть еще и отэлектозирование, оно никуда не девается, поэтому приходится искать баланс между перераздуванием и отэлектозированием, при этом балансируя на грани и бары и волюма травмы. Правила или общие вехи, общие направления при респираторной поддержке, при ХОБЛ, это борьба с гипоксимией, причем, понимая, что есть достаточно значимые нарушения вентиляционно-перфузионных соотношений, это гиперинфляция и это дистальная обструкция мелких дыхательных путей, это частое явление права желудочной недостаточности и хронической сердечной недостаточности у пациентов, длительно существующую с ХОБЛ. Если присоединяется еще и пневмония или отек, это еще и явление шунта. А вот сочетание шунта плюс мертвое пространство, гиперинфляция, часто вызывает значимую гипоксию, которая очень плохо лечится аппаратно и митикаментозно, да, вообще плохо лечится. У этих пациентов, как правило, есть привычное гиперкапния, обусловленное снижением респираторного драйва и угнетением гипоксического законстрикции, снижается на фоне ингаляционных анестетиков минутная альвеолярная вентиляция, гиперкапния была привычная, еще она усугубляется, а центр дыхательный отвык на нее реагировать, поэтому эта гиперкапния будет существовать. И все существующие раненарушения на ЭВЛ, конечно, могут и должны усугубляться. Поэтому куда нам стремиться, что делать? Предпочтительно, конечно, избегать инвазивной искусственной вентиляции, использовать неинвазивные методики, если это возможно, если это допускает сама техника операции. Использовать, если это невозможно, вспомогательный режим респираторной поддержки по возможности, где-то сохраняя хотя бы на каких-то этапах респираторный драйв пациента. Если, опять же, можно отказаться от мышечных релаксантов, а ингаляционные анестетики в ряде случаев это позволяет делать неплохо. Так, например, даже в рутинной нашей практике, часто при лапароскопической хирургии, там, где работа идет в узком поле, не нужно глубокой миорелаксации. Можно миорелаксанты вводить вообще только на индукцию, если хирургическая тактика это позволяет. Дальше можно потихонечку к концу операции пациента перевести на вспомогательную вентиляцию, для того, чтобы рано восстановить его респираторный драйв. Что еще? Конечно, уменьшение вентилятора, индуцированное повреждение легких. Все наши подходы к протективной вентиляции здесь сохраняются. Избегать высоких цифр давления в дыхательных путях. По возможности уменьшить гиперинфляцию за счет того, чтобы потихонечку тетруя, подбирая пип, держа его ниже, чем ауто-пип, внутренний пип, уменьшить гиперинфляцию дистальных отделов, потихонечку растягивая выдох, обеспечить полноценное опорожнение дистальных отделов дыхательных путей. Конечно, для этого потребуется достаточная длительность выдоха. А чтобы оценить это, вам потребуется все-таки аппарат, способный показывать эспираторную механику. Потребуется аппарат, который вам покажет и комплайнсы, и потоки выдоха, и по возможности петли. И обеспечив вот такую достаточную длительность выдоха, следя, чтобы экспираторный поток на выдохе все время снижался как можно ближе к нулю, чтобы не было ауто-пипа, или оно было минимальным, не обращая особого внимания на гиперкапнию, на пермистильном гиперкапнию. Эти пациенты привыкли жить с высоким ПЦО2, поэтому можно позволить им иметь высокое ПЦО2, если это обеспечивает невысокие цифры давления в дыхательных путях и нормальную оксигенацию. Коррекция газообмена. Да, мы устраняем гипоксимию, это первая и основная цель. И не стремимся к норме капнии, не допускаем респираторного алкалоза у этих пациентов. Он может возникать, если вы быстро приведете его дыхательный статус к условной норме, то есть вылечите ему привычную гиперкапнию и увидите респираторный алкалоз. Ну и, конечно, для хорошего исхода этих пациентов, для того, чтобы они быстро вернулись к нормальной жизни, быстро активизировались, нужно минимизировать время искусственной вентиляции легких и минимизировать сопротивление бронхиального дерева, то есть использовать бронхолитики, как раз ингаляционный эстетик сам по себе, он является хорошим бронхолитиком. Минимизируем время искусственной вентиляции легких и даем пациенту возможность не вентилироваться в раннем послеоперационном периоде. Это резко повышает его шансы вернуться к нормальному, привычному ему, скажем, да, не нормальному, а привычному ему дыханию, но избежать искусственной вентиляции легких, длительной и зависнуть на, зависнуть в кавычках, на аппарате ЭВЛ. Снижение сопротивления бронха, вот перед вами диаграмма фторотан изофлюран и севофлюран сильно снижают. Фторотан довольно долго рассматривался как эталонный бронходилататор, а севофлюран имеет возможность даже более выраженную бронходилатацию вызывать. С десфлюраном все не так просто. Смотрите, он может и повышать сопротивление дыхательных путей, и понижать, и как ни странно, это зависит еще и от того, курит человек или не курит, или курил ли он раньше, потому что, если у севофлюрана бронхиальное сопротивление однозначно снижается у всех пациентов, то у десфлюрана оно может или не повышаться у пациентов некурящих, или повышаться, если у пациента есть анамнез курения и хронический бронхит курильщика, то есть есть гиперреактивность бронхов. Поэтому севофлюран в данном случае представляется более универсальным лекарством, нежели десфлюран, особенно когда нет времени с пациентом разбираться или нет возможности собирать у него анамнез. И да, конечно, нам интересно минимизировать время после операционной искусственной вентиляции легких, причем это интересно и нам с точки зрения свободных аппаратов ИВЛ в палате реанимации и ликвидации, как класс палат пробуждения. И это интересно пациенту, как минимальное время, проведенное на аппарате ИВЛ, значит небольшой шанс пациенту заработать после операционного респираторного осложнения, связанного уже с аппаратной ИВЛ, с микрофлорой наших отделений. Что для этого нам подойдет? Это уменьшить суммарные дозы опятов, миорелаксантов, а то и вовсе отказаться от введения поддерживающих доз релаксантов. Это сохранить самостоятельное дыхание там, где это можно, перевести больного пораньше на вспомогательную вентиляцию легких. Опять же, для этого потребуется наркозный аппарат, способный вам показать, когда пациент готов перевестись на вспомогательную вентиляцию, способный обеспечивать вспомогательные режимы, наркозный аппарат, способный в конце операции дать пациенту возможность дышать самостоятельно с каким-то контролируемым уровнем инспираторной поддержки. То есть это самостоятельное дыхание плюс СИПАП и самостоятельное дыхание плюс поддержка давления. Восстанавливаем самостоятельное дыхание в конце операции с постепенным снижением аппаратной поддержки, постепенно даем пациенту включаться в акт дыхания, все больше и больше увеличивая его усилия. Ингаляционные анестетики, если мы работаем ими с уменьшением суммарной доз опиатов мелоревоксантов, дают возможность быстро восстановить и сознание мышечный тонус. И избегая факторов, провоцирующих бронхоконстрикцию, а тут я вам напомню, что ингаляционные анестетики дают возможность восстанавливать дыхание раньше, чем сознание, значит, дают возможность экстубировать до восстановления сознания. Кстати говоря, и исключая кашельную экстубацию, исключая вот такую важную аэрозоль-генерирующую процедуру, которая во всех руководствах фигурирует как выраженная, процедура, дающая выраженное повышение концентрации аэрозоли. Вот мы можем подойти аккуратненько к ранней активизации пациента. Спускаемся ниже, глубже. Парихематозная дыхательная недостаточность. Вот сейчас после меня будет Андрей Игоревич Ярошевский рассказывать о том, что пневмония это не от электаз, и пневмония по-разному себя ведет, и это не РДСВ. Ну вот, естественно, не могу с этим не согласиться. Сначала парихематозная дыхательная недостаточность может проявляться очень по-разному у разных пациентов, но в любом случае начало анестезии чаще всего ассоциировано с ухудшением газообмена. Почему? Вот уже говорили о том, что боль пациентам было неплохое насыщение, начали анестезию или перевели пациента на ИВЛ, сразу все обрушилось. Почему? Убрали гипоксическую вазоконстрикцию, компенсаторный механизм, который перераспределял кровь в вентилируемом отделе. Значит, у нас сразу увеличилась фракция шунта. Начали анестезию, как правило, развивается ухудшение гемодинамики. Еще просел газообмен, подняли ПИП, гемодинамика стала еще хуже. Газообмен еще может ухудшиться. Значит, дальше положили пациента на стол, выключили мышечный тонус самостоятельного дыхания. Развилось ухудшение вентиляции дистальных отделов, развились аталектазы, которые развиваются, и у здоровых в положении, лежа на спине, с выключенным самостоятельным дыханием. Что еще? Конечно же, газообмен зависит от положения пациента на столе, а интрооперационно мы зачастую вынуждены больного крутить не так, как комфортно больному и хочется нам, а как требует техника операции. Значит, газообмен будет меняться в зависимости от положения тела, и нам приходится с этим что-то делать. Рекрутабельность легких очень под вопросом. У каких-то пациентов, например, с классическим РДС, она может быть хорошей. У пациентов, где пневмоническая инфильтрация преобладает, она будет плохой. Ну и, конечно же, высокая негомогенность легких усугубляется, когда мы нерационально используем ПИП. Это означает, что чем больше мы накручиваем ПИП, тем больше у нас будет перераздутых участков и аталектазированных участков, которые к этому ПИП окажутся нечувствительными, если больной рекрутабелен. Поэтому подбор параметров вентиляции сводится вот к такому вот даже не плаванию между сциллой и хорибдой, а лавированию между тремя основными моментами. Это между сохранением газообмена, между влиянием на гемодинамику и защитой легких от повреждения. В этом плане, конечно, ингаляционные эстетики не имеют таких ярко выраженных преимуществ, какие они имеют при брохиальной обструкции, при обструктивных заболеваниях легких, но, тем не менее, тоже могут нам помочь. Чем? Могут применяться как гипнотики с минимальным влиянием на гемодинамику, то есть обеспечивая более стабильный гемодинамический профиль больного. При этом, конечно же, это небольшие концентрации, которые работают именно как гипнотик, не влияя на, или минимально влияя на другие органы системы. Вот, естественно, протективная вентиляция, о которой мы сейчас уже много-много говорим на всех семинарах, на всех симпозиумах, должна, принципы должны быть соблюдены. Вот это и ограничение дыхательного объема, менее 60 миллилитров на килограмм. Идеальное подчеркну, есть фактическая идеальная масса тела, потому что податливость легких комплайнс это все-таки функция от роста, а не от веса. Это избегание высоких driving pressure, дальтапе, менее 15 сантиметров водного столба, избегание высоких давлений плата, показано, что 27 сантиметров это тот порог выше которого ухудшаются исходы. И, конечно, хотелось бы, хотя не всегда это получается, минимизирование использования высоких концентраций кислорода, то есть по возможности не давать токсические концентрации кислорода или давать их ограниченное время там, где-то требует, собственно, операции или там неестественное положение тела пациента на операционном столе. Вот, не стремиться к нормакопни, если нет глубокого ацидоза респираторного. И, конечно же, необходимо для всего этого видеть, что происходит в легких пациентах, необходим мониторинг респираторной механики, мониторинг капнограммы, мониторинг содержания анестетика в дыхательных путях, в отдыхаемом газе. Вот, и если мы все это совместим с осторожным индивидуальным подбором ПИП, мы сможем как-то этого пациента привести к, или провести через вот такой угрожаемый период с минимальными потерями для эффективной воздушности легких. Хотя, конечно, необходима еще и преемственность между дооперационным и интероперационным, послеоперационным протоколом неискусственной вентиляции легких. И, допустим, если вы все сделали хорошо до операции, но потом транспортируете пациента просто на мешке амбу, вы, конечно же, все, что вы с таким трудом добились, потеряете в процессе транспортировки, и больной приедет на реанимационную койку уже в состоянии хорошей глубокой гипоксии. Сложные и смешанные нарушения газообмена – вот то, над чем приходится как следует поработать, и то, что очень плохо лечится даже изменение параметра вентиляции. Классический пример из учебника – это тяжелая пневмония на фоне терминальных обув, когда есть и существование коллабированных отделов, и существование перераздутых отделов, и вообще все это характеризуется очень высокой негомогенностью альвеола, негомогенностью легких, где есть сочетание и мертвого пространства, и шунта, и инфильтрации, и консолидации. То есть все виды нарушений вентиляционно-перфузионных соотношений происходят одновременно. Если среди пациентов с ХОБЛ и инфекционных заболеваний легких, какими-то локальными, очаговыми пневмониями, это хотя бы разнесено анатомически, то если мы возьмем пневмонии, вызванную COVID-19, то проанализировав все, что про нее пишут, показывают, и снимают, и читают, можно заключить, пожалуй, что патогенетические механизмы этого расстройства газообмена показывают нам, что есть все виды поражений, нарушений вентиляционно-перфузионных соотношений в одном пациенте. Вот такую красивую схему нашел, хочу с вами поделиться. Это картина неизвестного художника начала 21 века, патогенез COVID-19, стилизованная под детский рисунок. Вот если интересно, могу потом где-то это выложить для общего доступа. На что хочу обратить ваше внимание в патогенезе этого самого COVID-19, который сейчас на нас из всех социальных сетей, из всех новостей, из всех рассылок смотрит вот эта схема патогенеза, каждая из которых дополняется в силу разумения и понимания автора какими-то деталями. Значит, если мы говорим о том, что первой мишенью вируса является пневмоцит второго типа или альвеоцит второго типа, одно из функций которых является продукция сурфактанта, основная функция, а еще одна из функций в этой продукции других биологически активных веществ. И то, о чем мы сплошь и рядом забываем, но нам дает это вспомнить любая тяжелая вирусная пневмония гриппозная, то, что одна из недыхательных функций легких – это еще и продукция физиологических антикоагулянтов. Поэтому так сложно бывает подобрать антикоагулянтную терапию у пациентов с тяжелыми формами гриппа, H1N1, и поэтому, скорее всего, и поэтому мы видим такую сумасшедшую гиперкоагуляцию у пациента с тяжелым поражением легких – вот такой вирусной этиологии. Что еще? К чему еще хочу привлечь ваше внимание? Это разрушение альвеоцитов второго типа, значит, дефицит сурфактанта, значит, коллапс альвеолы по привычному нам механизму респираторного института синдрома, то есть эта альвеола теоретически может быть рекрутабельной. Сюда же присоединяется поражение альвеолы, вызванное, собственно, вирусом и инфильтрация. Значит, это инфильтрированные альвеолы в пневмоническом очаге, которые будут нерекрутабельны. Сюда же присоединяется альвеолярный отек за счет выхода жидкой части в интерстициальное пространство. Это третий механизм, который нам хорошо знаком. Каждый из них там знаком, но в отдельности. Вот. И четвертый механизм – это появление микротромбозов. Об них много сейчас пишут, много говорят. Опять же, никто этот микротромбоз за руку не поймал, но публикаций много. О том, что есть микротромбозы капиллярного русла, и это еще один механизм нарушения альвеолярного взаимоотношения, альвеолярного газообмена – это мертвое пространство, простите. Если альвеола спадается – это шунт, то спадается капилляр, нарушается микроцикуляция – это мертвое пространство. И вот как раз увеличение мертвого пространства очень плохо лечится. Изменение паралитров вентиляции, в принципе, искусственная вентиляция легких здесь очень малоприменимо, малоэффективно. Возможно, нарастание такого мертвого пространства есть объяснение того, почему эти пациенты плохо отвечают на респираторную терапию, связанную с изменением давления. Хорошо отвечают на респираторную терапию, связанную с изменением фракции кислорода, с доставкой кислорода в альвеолу, с повышением ФИО2. И вот эти четыре механизма фактически могут иметь место одновременно, и эти четыре механизма могут в разных пропорциях определять состояние пациента, причем оно может динамически изменяться на каждый отдельный момент времени. То есть до этого был пациент с преобладанием повреждения альвеол, позже он стал пациентом с преобладанием мертвого пространства, позже он стал пациентом с преобладанием шунта, а дальше он стал пациентом с классическим РДС, То есть вот эта миграция из H-типа в L-тип. Получается, что у нас в одном и том же пациенте может одномоментно формироваться все четыре вида, все четыре варианта зоны Веста, причем не гравитационно зависимые, а диссиминированно разбросанные по всем поверхностям легких, по всей ткани легких. Именно поэтому так сложно бывает подобрать респираторную терапию. Опять же, должен подчеркнуть, что все то, что я сейчас говорю, это сугубо теоретические умозаключения, потому что не было пока возможности проверить это все на практике, но обязательно будет. Возвращаясь вот еще к такому моменту, как седация пациентов с COVID-19, уже находящихся в интенсивной терапии и уже получающих сквозную вентиляцию легких, нельзя не вспомнить достаточно успешный опыт применения ингаляционных анестетиков для седации варит у пациентов и с вирусными пневмониями гриппозной этиологии, вирусными вирусами гриппа, и с повреждением легких, вызванной термоингаляционной травмой или термохимическим повреждением дыхательных путей. И почему их сюда захотелось привлечь? Потому что там тоже такой же мощный цитокиновый выброс, мощное появление массива тканей, гибнущих с обильным выбросом, провоспалительных факторов, с которыми как раз ингаляционная седация позволяла успешно справиться, если у кого-то есть свой собственный опыт, можете вспомнить его, потому что достаточно давно известно протективное воздействие ингаляционных анестетиков в отношении воспалительных процессов легких, в отношении альвеоцитов, в отношении легочных капилляров. Хотя я знаю, что многие мои коллеги относятся к этому достаточно скептически, но тем не менее эффект есть, он описан и он доказан. Вот поэтому даже если мы просто возьмем вот с полки то, что я делал вчера, старый учебник по фармакологии ингаляционных анестетиков, это Эггер, это 2000 года издание с переизданиями до 2010-го, даже там мы открываем статью по ингаляционным анестетикам и видим, как ингаляционные анестетики в разной степени, но снижают провоспалительный ответ во время ингаляции, если его оценивать по продукции провоспалительных факторов нейтрофилами и макрофагами. И если говорить о том, что многие возражают, что да, хорошо, но это может быть и небезопасно, опять же, в эксперименте до двух недель лабораторные животные дышали ингаляционной анестетикой, затем забивались, то есть они умирали самостоятельно, забивались, но в дальнейшем исследовалось влияние ингаляционной анестетикой на легкие и не получалось какой-то существенно интересной экспериментальной картины, поэтому безопасность тоже, в принципе, фактор отработанный. Конечно, опять же, подчеркну, это все умозаключения, умозрительные какие-то игры с понятиями, но это то, что может иметь перспективу и то, что мы, например, намерены оценить, в том числе и в клинике есть такая возможность. И это не только наши досужие домыслы, но если посмотреть, что сейчас происходит, вот в апреле месяце, в конце апреля 23-го запущен клинический трайл, который назвали вот так вот СЕВ-КОФ, запущен он университетом Цюриха, зарегистрирован на клиникул-трайл СКОФ, целью которого является как раз оценка противовоспалительных эффектов ингаляционных анестетиков, в частности СЕВ-ФЛЮРАНА, пациентами, у пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией, имеющих тяжелое течение коронавирусной инфекции, получающих ингаляционную анестезию, как седации во время искусственной вентиляции легких, и сравнивать с внутривенной седацией. Пока что ноль публикаций по этому исследованию, оно должно закончиться через год, 31 мая 2021 года, но сам факт того, что рандомизированное контролируемое исследование запущено двойное, слепое, со всеми правилами, говорит о том, что где-то эта идея имеет право на существование. Ну и напоследок, уважаемые коллеги, хочу еще раз привлечь ваше внимание, что во всех наших попытках, во всех наших сложных экспериментах с тяжелыми пациентами наилучший результат все-таки достигается совместным применением разных технологий, те, которые мы осваиваем поодиночке, но наиболее полно они позволяют реализовать свои преимущества только когда они работают в связке. На этом позвольте перейти к секции вопросов. Я благодарю вас за внимание. Уважаемые коллеги, к трансляции присоединяется модератор. Онлайн-школа аккредитована в программе НМО, аккредитована на 6 баллов. Если вы заинтересованы в получении кредитов, то участвовать в трансляции вам нужно не менее 270 минут и подтверждать присутствие закрытием экранных баннеров. В случае выполнения обоих условий коды подтверждения образовательных активностей будут предоставлены вам в течение 14 дней после завершения трансляции. Вы получите уведомление по электронной почте и сможете скопировать коды в своих личных кабинетах в разделе онлайн-семинары «Статистика». А сейчас мы переходим к тем вопросам, которые вы прислали Сергею Георгиевичу в чате. Сергей Анатольевич спрашивает, имеется ли у севофлюрана такая же способность снимать бронхоабструкцию, как и у галатана? Уважаемый Сергей Анатольевич, да, конечно, я показывал вам в том числе и графики. Это материалы, предоставленные, собственно, производителями. Фторотан долго рассматривался как эталонный бронходилататор, но севофлюран имеет патентность не меньше, а иногда даже и больше, чем фторотан. Спасибо. Владимир Евгеньевич спрашивает о вашем отношении к введению второго газа при использовании десплюрана при росте сопротивления, как одного из неприятных эффектов этого анестетика, или использование внутривенного введения лидокаина. Что эффективнее? Эффективнее всего, Владимир Евгеньевич, эффективнее всего пропофол в качестве индукции, который и пропофол и фентанил рекомендуют вводить перед тем, как начинать ингаляцию десплюрана. Это эффективно. Что касается лидокаина, то везде описан действительно внутривенный эффект, эффект внутривенного введения лидокаина, как мероприятие, снимающего реакцию на раздражение дыхательных путей. Но сколько мы не пытались, вот лично я повторить это в клинике, у меня это не получилось. Спасибо. Сергей Александрович пишет. Здравствуйте, Сергей Георгиевич. Есть ли у вас данные по использованию в России фторотана? В последние 10 лет. Сергей Александрович, не скажу, не дам математических данных, но могу изложить свой опыт, который за последние 10 лет набран во время разъездов по городам и весям Российской Федерации. Это и северо-западные, и центральные федеральные округи, и до Якутска, скажем так, по внедрению ингаляционной анестезии, проведению мастер-классов. Везде фторотан есть, много где им работают, кое-где им работают просто потому, что так научили, не особо вникая, как же он действует, и зачастую собирая все неприятные эффекты, все негативные эффекты, которые только можно было по пути. Поэтому да, он есть, да, им работают, и это не очень хорошо. Спасибо. Петр Николаевич спрашивает, эффективна ли инсуфляция оксида азота в инспираторный контур у пациентов с выраженной гипоксимией с учетом вклада в патогенез угнетение гипоксической легочной вазоконстрикции. Есть ли у вас опыт его использования? Петр Николаевич, своего опыта использования оксида азота у меня нет, и боюсь, что, наверное, в ближайшее время не появится. Вот, что касается гипоксической вазоконстрикции, она неплохо снимается и любым препаратом для анестезии, за исключением, пожалуй, кетамина и ксенона. Вот, поэтому любая индукция анестезии и любой внутривенный препарат тоже будет вызывать увеличение фракции шунта, потому что уберет эту самую компенсаторную гипоксическую вазоконстрикцию. Спасибо. Наталья Владимировна спрашивает, что вы думаете по поводу злокачественной гипертермии от парообразных анестетиков? Наталья Владимировна, тут нечего особо думать, потому что это хорошо известное, хорошо описанное осложнение со своей статистикой. За последние несколько лет Федерация проделала огромную работу по включению злокачественной гипертермии в список арфанных заболеваний, что значимо впоследствии упростит появление в государстве фармакопеи и в стационарах вслед за этим антагониста злокачественной гипертермии Донтролена. Поэтому это редкое, но тяжелое побочное явление, редкая, тяжелая, самостоятельная, наверное, скажем так, патология, которую можно и нужно знать, и можно и нужно лечить. Спасибо. Александр Николаевич интересуется, используете ли вы в клинике интубацию трахеи с терминальной анестезией? Если я правильно понимаю, речь идет об орошении всех рефлексогенных зон растворами местных анестетиков, частных лидокаина. Да, используем, конечно, причем используем в разных сочетаниях, начиная с интубации в сознании у пациентов, с прогнозируемой трудной интубацией, ну, скажем, при терминальном морбидном ожирении с индекса массы тела больше 70. Вот это в первую очередь фиброаптические интубации с местной анестезией. Кроме того, те доктора, которые не ленецы, которые считают, что это оправдано, и после любой индукции внутривенной или ингаляционной еще и используют орошение местным анестетикам, это достаточно часто происходит. Спасибо. Евгений Евгеньевич спрашивает, можно ли проводить седацию больному на длительном ВВЛ, скажем, с его флюраном? Повторите, пожалуйста. Одна из последних фотографий была посвящена как раз длительной седации пациенту с тяжелой термингаляционной травмой. Для этого есть специальные, не знаю, можно ли это назвать устройством, да, наверное, устройство, прибор, испаритель ингаляционных анестетиков для интенсивной терапии, называется анаконда. Доступно уже несколько, ну, почти 10 лет, наверное, доступно на нашем рынке, просто почему-то мало кто этим озадачивается, мало интересуется. Можно проводить седацию селофлюраном, можно проводить седацию изофлюраном, нельзя проводить с десофлюраном, потому что он кипит при комнатной температуре, ему нужен испаритель. Поэтому сева и изо. Спасибо. Александр Павлович спрашивает, сколь широко применимо в вашей клинике методика фаст-трак до и во время нынешней пандемии? Александр Павлович, в свое время мы потратили немало сил для того, чтобы вбить все методы фаст-трак, ну, почти что в автоматизм у врачей, проводящих плановые анестезиологические пособия, плановые операции. Сергей Георгиевич, поясните, пожалуйста, для тех участников нашей школы, что значит технология фаст-трак? Ну, технология фаст-трак на самом деле заслуживает отдельной лекции. У нее есть и хирургическая, и анестезиологическая часть. Если хирургическая часть, она достаточно объемно и включает в себя и отказ от дренажей, и полноценное послеоперационное обезболивание, и много хирургических подходов, в которых, вот я сейчас не рискну их озвучивать с большого экрана, не будучи сам хирургом, то анестезиологическая часть включает основные подходы, это все посвященное, все направленное на раннюю активизацию пациента. Поэтому это и использование препаратов с коротким периодом по введению с прогнозированным эффектом и окончанием эффекта, это ранняя вертикализация пациента, это борьба с атоликтазами и борьба с дыхательными осложнениями в раннем послеоперационном периоде, это и превентивное обезболивание, мультимодальная анаугезия, это и реверсия нейромышечного блока, там, где это показано. Поэтому этих аспектов в фастфайках достаточно много, и они хорошо работают именно тогда, когда они применяются вместе в связке, потому что, например, хорошее обезболивание тянет за собой эффективную борьбу с послеоперационными дыхательными расстройствами. Борьба с послеоперационными дыхательными расстройствами тянет за собой активизацию и быструю выписку из реанимации, из клиники в целом. Поэтому все эти подходы, они остались актуальны, просто мы теперь понимаем, что мы их используем не ради того, чтобы на одном и том же столе одной и той же койке в течение какого-то периода календарно выполнить больше анестезии и больше операций, заработать больше денег. А фактически фастфайк – это хирургический конвейер, будем честны, для того, чтобы за короткий период заработать больше денег для стационара. А в настоящий момент все эти методики работают на более быструю активизацию, потому что позволяют разгрузить реаниматологов, уменьшить потребность пациента вывая в послеоперационном периоде. Если мы благодаря этому можем, скажем, послеоперационного пациента экстубировать, поставить на ноги, отпустить в палату, если в норме он без фастфайк, при этом на несколько часов оказывался на искусственную вентиляцию в реанимации. То это выгодно, это хорошо для нас. Спасибо большое. А Саргис Павлович спрашивает, усугубляет ли течение COVID-19 бронхиальную астму? Хороший вопрос. Не будучи человеком, наблюдающим этих пациентов в большом количестве, могу предположить, рискну предположить, что есть взаимное отягощение, взаимное усугубление. Но документального подтверждения у меня нет. Спасибо. Наталья Алексеевна задает вопрос. Отличная тема вашей лекции, но интересующая, наверное, многих в аудитории. Есть ли утвержденные рекомендации по оснащению медицинского персонала в нековидных стационарах средственной защиты? Утвержденные рекомендации российские, насколько я понимаю, касаются всех стационаров. Неважно, ковидные они, нековидные. То есть, если у нас есть контакт с пациентом с подтвержденным или с предполагаемой инфекцией, то эти рекомендации должны выполняться. Что касается каких-то, как бы так правильно сказать, это даже не гайдлайны, это некие ориентиры путеводные звезды, на которые надо ориентироваться, то здесь, конечно, лидируют китайцы, которые очень хорошие сделали стратификацию рисков по заражению. Вот пациенты есть с низким риском заражения, с высоким риском и с подтвержденной инфекцией. Это именно для тех случаев, когда мы имеем дело с необследованными пациентами. Они сделали стратификацию средств индивидуальной защиты форма 1, форма 2, форма 3. Если первая форма – это обычная хирургическая маска, очки и хирургический костюм, халат, непроницаемый и шапка, то форма 3 – это комбинезон тайвик, это FFP2 или N95, герметичные очки и капюшон. А между ними есть еще форма 2, которая предполагает наличие обыкновенного медицинского халата, но при этом водонепроницаемого, но при этом двух пар перчаток и маски FFP2 или FFP3 и герметичных очков. Если мы предполагаем о том, что пациент с невысокой вероятностью может быть инфицирован, в любом случае, когда речь касается средств индивидуальной защиты, то я вам скажу так, если вы оденетесь в больший класс защиты, чем это требует пациент, вас никто не поругает, кроме того, что вы потратите некоторое количество СИС. Но если вы работаете без СИС, а впоследствии у пациента обнаружится ковид или положительный анализ еще хуже клиника, вам будет очень печально. Поэтому я всегда за гипердиагностику, за то, чтобы все пациенты не обследованы, считались по умолчанию инфицированы, пока не доказано обратное, и за то, чтобы персонал работал в средствах индивидуальной защиты везде, где только это можно. Это не очень комфортно, да, но, с другой стороны, не будучи ковидным стационаром, не работая в красной зоне, мы имеем возможность чередовать средства индивидуальной защиты, снимать, отдыхать, разные маски по-разному натирают лицо, поэтому можно сегодня поносить с утра одну, а вечером другую. Вот, достаточно комфортно для себя, поэтому мы за средствами индивидуальной защиты, и вам того же желаю. Спасибо большое. Далее коллеги пишут свои благодарности за вашу лекцию. Андрей Геннадьевич пишет, у нас авенты, ваше отношение к случившемуся пожару. Отношение к пожару однозначно негативное, пожаров в стационаре быть не должно, но и пожар в стационаре – это однозначно катастрофа для всех, и если вы хоть раз участвовали в учениях, когда, надеюсь, что все-таки в учениях, не в пожаре, когда пациенты на ИВЛ подхватываются на носилке и начинают выноситься из реанимации, это, конечно, полный кошмар, никому не пожелаешь, а пожары еще тем еще хуже. Что касается, собственно, аппаратов ИВЛ, то не так давно на площадке, на одной из площадок в Фейсбуке Федерации развернулась достаточно активная дискуссия, что же там могло гореть и почему она все-таки горела. Скажу так, в прошлой своей лекции говорил, еще раз скажу, что хранение, например, источников кислорода с высоким давлением подчиняется вообще аж трем регламентирующим документам. Это Ростехнадзор, это техника охраны труда и это пожарная безопасность. Если вы возьмете все эти документы вместе, вам вообще окажется, что вы кислородные баллоны не имеете права использовать в принципе. Поэтому где-то приходится находить компромиссы между пожарной безопасностью, технадзором, наложенными на стационар штрафами и все-таки необходимость использовать кислород, но надо подходить разумно, нужно всегда соблюдать здравый смысл и действительно многие годы работать с источниками кислорода высокого давления в одной комнате с пациентами было запрещено, и это логично. Поэтому соблюдайте правила противопожарной безопасности, тут нечего добавить. Спасибо большое, Сергей Георгиевич, уважаемые коллеги. Сейчас мы переходим к следующей части.